Это Вести без Киселева, наш совместный проект реальной журналистики и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. И правда, Алексей был активен, весел, много шутил и демонстрировал свои познания в зарубежном кинематографе. Дементор в Гарри Поттере. Вот Роулинг пишет, что Дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь уходит. Интервью получилось крайне позитивным, даже несмотря на то, что тема была крайне негативная. Так вот вопрос, что это, друзья? Алексей просто не хотел показывать, что все еще не оправился от отравления и поэтому пытался замаскировать свое состояние многочисленными шутками и хорошим настроением. Или же он реально так быстро восстановился? Потому что после выхода интервью мнения вдруг разительно отличились. Зрители отметили болезненную бледность оппозиционера, его нарочито выделяющуюся худобу, но усомнились в факте отравления Алексея именно новичком. На фоне всего происходящего в сети появились параллели отравления Навального и Скрипалей. Я напомню, Сергея Скрипаля в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2018 его вместе с дочерью нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Это был первый случай, когда, по мнению Запада, Россия применила боевое химическое оружие новичок. А я вам скажу, что не первый, но об этом попозже. Тогда, кстати, помимо Скрипалей пострадали и случайные люди, в частности полицейский, который первым осматривал дом пострадавших. Затем за медицинской помощью обратились еще 46 человек, находившихся в непосредственном контакте с отравленными. В большинстве своем это эксперты, исследовавшие вещи Скрипалей. Но, несмотря на то, что в пробах всех пострадавших было все-таки найдено нервно-паралитическое вещество, создатели новичка не торопились относить это отравление к классу фторфосфорорганических. И, казалось бы, так оно и должно быть. Ведь боевое химическое оружие, на которое тратились годы и деньги, должно быть рабочим. А получается, что в России, как всегда, строили, строили и, наконец, построили формулу новейшего снотворного, после которого люди и высыпаются, и чувствуют себя прекрасно. По-моему, работать новичок должен как-то не так. Или выделенные средства в очередной раз были попилены задолго до того, как ученые приступили к разработке? Вот в это я, кстати, верю. А пока что по факту после отравления новичком Юлия Скрипаль была выписана из госпиталя через месяц, ее отец через два, а Алексей Навальный через 32 дня, 24 из которых он провел в коме. И над очередной российской разработкой можно было бы и поржать, если бы не одно обстоятельство. Разработчик новичка Леонид Ринг утверждает, что ни в первом случае со Скрипалями, ни во втором с Навальным от новичка не было и следа. Основывает это Ринг на примере, который произошел в 1987 году. Тогда коллега ученого случайно отравился новичком, после чего несколько месяцев пролежал в коме, затем длительное время болел и так и не смог поправиться. На вопрос, а чем же тогда были отравлены Скрипали, ученый ответил однозначно. Это была передозировка синтетического опиоида фентанила. По словам эксперта, эту информацию раскрыли сами британские власти, опубликовав в прессе снимок Юлии Скрипаль со шрамом на шее в области горла. Оказывается, ей была проведена тарахиотомия. Она показана в тех случаях, когда мышцы расслабляются, как от фентанилов. Расслабляется язык, затекает гортань, и человек просто не может дышать. Тогда и делается маленькое отверстие для поступления в легкие воздуха. Этот механизм воздействия полностью противоположен действию новичка, при котором мышцы, как правило, сжимаются. Также эксперт подчеркнул, что при контакте с новичком у отравленного должно наблюдаться сужение зрачка, причем настолько, что его становится просто не видно. Этот симптом проявляется даже в малых дозах новичка, когда других признаков отравления еще нет. Но этого не было зафиксировано ни у Скрипалей, ни у Навального. На этой неделе после выхода фильма «Дудя» Ринка снова попросили проанализировать состояние Алексея Навального. И знаете что? Ринк заявил, что никакого отравления оппозиционера не было. Мало того, версия о растворенном в воде новичке тоже оказалась незастоятельной, так как яд, по мнению эксперта, состоит из веществ, которые полностью разлагаются в воде. Но главным аргументом ученого стало отсроченное действие отравляющего вещества. Ну, типа не бывает такого, чтобы некое вещество, попавшее в организм, начинало действовать через 4 часа. Оно либо действует сразу, либо оно не боевое. Хотя в любом случае странно, существует ли такое вещество, которое за 4 часа нахождения в организме вдруг становится боевым. Странно и то, что при контакте с одеждой и гостиничным номером Навального не было зафиксировано дополнительных жертв ни в отеле, ни в самолете, ни в следственном комитете, куда доставили одежду пострадавшего. И все эти сомнения вызывают, ну, как бы еще больше вопросов. Тогда чем же был отравлен политик? Кому понадобилась его дисквалификация? Зачем? А главное, каким образом? Если все химики и врачи утверждают, что нервно-паралитического вещества найдено не было. Кстати, друзья, а вы знаете, что после выхода фильма активизировались йомские врачи, которых Навальный назвал спасителями? Об этом в своих соцсетях он сообщил лично. Говорил, что благодарен людям, которые ввели необходимую дозу атропина в первые часы после отравления. И тут выясняется, что атропин был введен абсолютно не в характерной для отравления дозе, а вдвое меньше. И что если бы отравление реально было, политик бы просто не выжил. Вы себе можете такое представить? Зачем эта информация была озвучена в СМИ? Чтобы дискредитировать Навального? Окей, допустим. А что бы вы делали, если бы берлинский пациент не стал берлинским, а остался бы сначала омским пациентом, а потом бы стал и содержимым омского черного мешка? Вы бы с тем же задором отрабатывали методичку? А как же не навреди? Ведь если откинуть политическую составляющую ситуации, Навальный прежде всего человек, пострадавший, да пациент в конце концов, а вы намеренно прописываете человеку с головной болью таблетку от диареи. Или вы уже в тот момент ванговали версию разработчика о том, что отравления не было? Вот я вам стою и несколько минут рассказываю о том, что разработчик новичка комментировал ситуацию отравления, состояние больного и что-то там утверждал. А вы до сих пор в комментариях так и не написали. Юля, а какого новичка? Его же в России никогда не разрабатывали. По крайней мере, так утверждает МИД России. Помните ту новость, когда Захарова заявила, что ни в России, ни в Советском Союзе разработками новичка никогда никто не занимался. Эта новость была обнародована 23 сентября этого года, а через два дня, то есть 25 сентября, глава внешней разведки Нарышкин заявил, что все химическое оружие в России было уничтожено в соответствии с протоколами ОЗХО. И тут у меня произошел разрыв шаблонов. Что вы, мать вашу, такое несете? Кому из вас верить? Я решила сама порыться в фактах. Окей, гугл, говорю я, скажи-ка мне, родной, когда Россия свернула не туда и отказалась от собственной истории? И знаете что? Нахожу на просторах интернета книгу под названием «Государственные тайны. Российская программа химического оружия изнутри», написанная советским химиком Виллом Мирзаяновым. Правда, издана она на английском языке, но это не мешает любому человеку всего за 29 долларов 95 центов узнать всю историю разработки новичка в СССР. Вы слышали, да? Новичок изобрели в Советском Союзе. В том самом, от которого отреклась Мария Захарова. В том самом, в котором она родилась, воспитывалась и выросла в такого образованного государственного деятеля. А я вам открою еще один секрет. А еще Мария Захарова кандидат исторических наук. Но это не мешает ей забыть историю собственной страны. Ну или сделать вид, что забыла и запуталась. Ну с кем не бывает. Так вот, в этой своей книге советский ученый подробно рассказывает, какие испытания проводились новичком, как он использовался в вооружении. Припоминается и тот случай отравления химика, который описывал ранее Леонид Ринг. Также Мерзаянов утверждает, что несмотря на договоренности СССР и США об уничтожении химоружия, научно-исследовательский институт продолжал заниматься новичком и после 92-го года. И вот что интересно, по словам Мерзаянова, поражение новичком практически неизлечимо. Люди после него, писал химик, оставались нетрудоспособными инвалидами. После выхода в свет статьи «Отравленная политика» Мерзаянов был арестован и обвинен в разглашении государственной тайны, а в 94-м году уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Годом позже новичок был впервые опробован на людях. Подопытными стали председатель правления Росбизнесбанка и его секретарша. Они потеряли сознание, а впоследствии и скончались. Кстати, сотрудники милиции, приехавшие на вызов, тоже получили свою дозу отравления. А через месяц умер и патологоанатом, скрывавший тела отравленных. А Захарова говорит, что никакой новичок в России не создавался. Друзья, я ценю ваше время, но все же, если вы нашли в своем плотном графике два с половиной часа и сумели посмотреть интервью Дудя и Навального, напишите мне, не поменялось ли ваше мнение об Алексее после просмотра фильма? Верите ли вы в отравление именно новичком? Верите ли вы в столь быстрое выздоровление? И как вы думаете, чем все это закончится, ну и ради чего начиналось? Я совершенно точно знаю, что в среде моей аудитории только думающие люди, а потому мне интересно мнение каждого из вас. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал Ермак Медиа, выражайте симпатии, оставляйте комментарии. Я благодарю вас за внимание. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова